здравствуйте уважаемые любители аквариумистики снова с вами первые аквариумные медиа ресурс fanfishka.ru в студии в огненске печальный астронатус черноморской студии как всегда олег а поговорим мы сегодня как и обещали в прошлом ролике о евглени зеленый о зелени в аквариуме о том как же победить цвет моющего средства фэри простите за рекламу фэри в своем любимом аквариуме и что же с этим делать олег давай здоровайся с ребятами друзья всем привет но на самом деле мы поговорим сегодня об ультрафиолетовом стерилизаторе ну и соответственно затронем вопрос евглени зеленый вопрос почему мы захотели записать этот ролик да потому что нас об этом спрашивают тему ультрафиолета достаточно много будоражит умы хотя уже давно все написано в интернете мы в этом ролике в этом сэйшене просто с вами проговорим это все резюмируем быстро кратко понятно я думаю в 15 минут мы уложимся и так поехали дмитрий задаю передаю передаю тебе слово задавай вопросы говори все что ты хочешь сказать ну что вот к нам пришла та самая непрошенная гостья евглени зеленая испортила все что только можно вода зеленючая просто у нас тот день святого патрика в аквариуме наступил до что же делать нам нужен ультрафиолетовый стерилизатор давай сперва разберемся какие вообще бывают ультрафиолетовые стерилизаторы передаю слово бывают по типу различные ультрафиолетовые стерилизатор и соответственно по мощности. Если говорить о типе ультрафиолетового стерилизатора, я думаю, ребятам, которые сейчас стоят перед выбором, это будет интересно увидеть, бывают три типа ультрафиолета. Первый это тот, который врезается в шланги, то есть шланг внешнего, внутреннего, внешнего фильтра разрезается и туда вставляется колба с ультрафиолетовой лампой, вы все ее видели, мы наверное сейчас на экране вот здесь выведем один из примеров такого ультрафиолета. Потом бывает ультрафиолет, который встроен непосредственно во внешние фильтры. Я им, например, пользуюсь и вот как раз таки, поскольку у меня аквариум сейчас в стадии реновации, я могу показать вам голову внешнего фильтра лагуна. Лагуна, в которую встроен непосредственно ультрафиолет, то есть вот сюда, где вода течет, просто вставлена 9-ваттная ультрафиолетовая лампа. И соответственно, когда... Я сейчас кожух надену, ребят, чтобы на всякий случай не кокнуть лампой. Так, кожух не одевается, вот и соответственно на голове есть кнопка, сейчас я ее найду. Ага, вот она. И когда мне надо, она отдельно включается и выключается, вот, ультрафиолет. И я его, им обрабатываю свой травник. Но опять же, чуть попозже я расскажу, как я это делаю, потому что ультрафиолет именно посредственно в травнике имеет свою специфику. И третья модификация ультрафиолету, которую вы можете встретить, она вот заключается вот в такой, ну как это назвать, в огромной, в огромной махине. Это, по сути, фильтр внутренний. По-моему, это Сансан, я его давным-давно брал для цихлидника на Алиэкспрессе. И, по сути, это помпа, да, то есть, как это, как фильтр внутренний, но вместо губок и наполнителей у него просто встроена, опять же, ультрафиолетовая лампа на память, она, опять же, там, по-моему, 9-ваттная. То есть, я подчеркиваю, что если у вас, допустим, нет внешнего фильтра, да, и вы, ну, не имеете возможности использовать ультрафиолет по этой причине, вы можете приобрести вот такие вот чудо-агрегаты на Алиэкспрессе том же. Вот. Но проблема в чем, что, вот я подчеркиваю, что он огромный. То есть, ну вот, смой локоть, а это всего лишь 9-ваттная лампа. То есть, если там 36 ватт, или там 30 ватт, допустим, ультрафиолет будет, я не представляю, что там за агрегат будет. Но вещь рабочая, вещь интересная, и, в принципе, вы ей можете пользоваться, допустим, если у вас цихлидник, там, на 300 литров, то я не думаю, что он сильно вам там будет место занимать. Вот. Это то, что касается, это то, что касается видов. Ну, давай теперь проговорим про мощность. Про мощность, ну, что сказать. Естественно, чем мощнее ультрафиолетовая лампа, тем, соответственно, она более сильно выжигает всю патогеночку в аквариуме. В этом плане стоит сказать, что в целом, если мы говорим про проточные ультрафиолетовые лампы, то лучше их ставить на слабые помпы или на слабые фильтры. То есть, прелесть ультрафиолета в экспозиции. То есть, вода должна желательно медленно проходить через ультрафиолет и тем самым стерилизоваться. Поэтому, если у вас, допустим, несколько внешников, то выбирайте, на какой вешать ультрафиолет, ну, ультрафиолет, на какой внешник вешать, то, соответственно, выбирайте меньшей мощностью. Вот. Ну, теперь давай перейдем к вопросу о том, вообще, что делает ультрафиолет в аквариуме. Передаю тебе цель. Вот, Олег, давай так. Вот смотри, в прошлом ролике, на прошлом допросе, так сказать, вы нам заявили, да, что ты никогда у нас с евгленой зеленой в аквариуме не сталкивался. А сейчас показываешь, говоришь, вот у меня есть внешний фильтр с ультрафиолетом, вот у меня внутреннее такое бревно хорошее такое тоже с ультрафиолетом. Как бы я-то знаю, как ты это используешь. Но вот наверняка сейчас у многих там по ту сторону экрана возник вопрос, нафига козе баян? Вот скажи, пожалуйста, раз Евглена к тебе ни разу в гости не заходила и у тебя не засиживалась, зачем же тебе ультрафиолет и как именно ты его используешь? Ну, потому что я обычный аквариумист, у меня тоже возникают проблемы и в травниках, и в акваскейпе, то есть просто часто ребята видят конечный результат моей работы, а до того, как дойти до этого конечного результата, конечно, у меня есть и водоросли, и какие-то определенные проблемы, в которых помогает ультрафиолет. Ну, окей, давай сразу тогда обозначим такой момент, что ультрафиолет, он стерилизует непосредственно воду, то есть он из нее убирает, допустим, споры водорослей, патогенные бактерии, патогенные гриппики, то есть он все, что находится в воде, он по-бытовому пережигает, и вода, ну, она не становится стерильной, но, тем не менее, из нее уходят многие вредные вещества. И если так вот прям кратко сказать, и если у вас, допустим, цихлетник, вы его включили, и это обеспечивает вас, вы включили его на постоянной основе, я имею в виду, и это обеспечивает вас и ваших рыб тем, что у вас, во-первых, будет меньше проблем с подорослью, с любой причем, то есть не обязательно с эвгленой, да, которая витает в воде, то есть уменьшится количество ксенококуса, то есть те же споры бороды будут себя неважно чувствовать, если они оторвались и попали в ультрафиолет, то есть все это, конечно, будет помогать и рыбам, и растениям хорошо себя чувствовать. Но тут есть такой момент у ультрафиолета, и вот все аквариумисты должны, новички, старички-то это все знают, а вот новички должны запомнить о том, что используя ультрафиолет, нельзя использовать никаких лекарств, никаких кондиционеров, никаких там тетраторуминов, фактически, то есть любой препарат нельзя вносить. Почему? Потому что все, что находится в воде, ультрафиолет пережигает. И в частности, вот я подбираюсь к чему, что, соответственно, ультрафиолетовый стерилизатор имеет определенную специфику использования в травмике, в частности, ультрафиолет, он пережигает все микроудобрения, то есть нитрат, фосфат, он оставляет целым невредимым, а, допустим, железо, там, медь и так далее, все, что ходит в комплекс, микрокомплекс удобрения, он быстренько все это пережигает, и этого, соответственно, не остается. И поэтому, соответственно, в травмике мы должны использовать ультрафиолет, он действительно помогает в борьбе с водорослями, с какими-то цветениями воды той же, но использовать его только в ночную фазу, соответственно, то есть когда, допустим, световой день у вас закончился, ну, я, допустим, его использую там два, один-два раза в неделю, и, как правило, допустим, с подмены или после подмены, ну, неважно, это уже, знаете, такая специфика для каждого коремиста, но смысл в чем, что я его в своих скейпах использую один-два раза в неделю, вот приблизительно, и, опять же, в определенный этап, когда у меня все хорошо, я его просто не использую, когда все плохо, я вот его применяю, и включаю я его, очень долго говорю, включаю его очень ночью, вот ночью он у меня работает, а утром, это уже проверено мной, и всеми скейперами, и вообще всеми, кто увлекается травяной аквариумистикой, на утро, естественно, нет никакого микробаквариума, и его надо просто довнести. Вот вы всегда это помните, и у вас не будет никаких проблем с ультрафиолетом. Ну, что еще мне дополнить? Я использую, вот я вам показывал, фильтр лагуны, в который встроен ультрафиолет. Почему? Потому что, ну, акваскиперская машина, она и так всем увешана, поэтому я стараюсь спрятать оборудование компактно. Но вы можете использовать любой другой ультрафиолет. У меня 9 ватт, в принципе, этого достаточно. То есть, за ночь он, в принципе, хорошо обрабатывает. Но если у вас есть возможность, то, конечно, вы можете брать более мощный ультрафиолет. То есть, допустим, я не вижу никаких сложностей, ну, вернее, проблем, если вы возьмете ультрафиолет там на 30 ватт, на 32, там, ну, с копейками какой-то. То есть, у вас просто оно все будет быстрее пережигаться. Вот, вот такие мысли по нему. Дмитрий, передаю тебе слово. И, в принципе, там мы все сказали. Может, что ты... Да расскажи какую-то интересную историю, которую ты мне рассказал, кстати. Ну, здесь нужно рассказать вот о чем. Есть такой небольшой вопрос, связанный с безопасностью, используя ультрафиолета. Потому что, наверное, многие знают, что ультрафиолет имеет такое свойство, как ионизировать воздух. И в процессе этой реакции выделяется озон, который токсичен. Вот. Это довольно такая, кажется, парадоксальная история. Но, например, профессия лесника, она является вредной. Почему? Потому что лес выделяет много озона. И, как бы, лесник, несмотря на свое крепкое здоровье, немножечко травится. Вот. На самом деле, когда вы используете ультрафиолетовый стерилизатор, погруженный во внутренний фильтр, либо закрытый кожухом, и он находится у вас в воде, все для вас безопасно, ничего страшного с вами не произойдет, не бойтесь. Самое главное, когда вы замечательно этот ультрафиолетовый стерилизатор приобрели, не надо смотреть на лампочку открытыми глазами. Если вот вы все кожухи поснимали, вам очень интересно, как же она выглядит. Не очень это полезно для глаз. Не буду пугать, просто скажу, что не очень полезно. И это также не очень полезно для кожи. Несмотря на то, что есть даже варианты косметического применения ультрафиолетового хлам. И второй момент. Если вы ее вот сейчас, как Олег, балуются и включили, мы вот сейчас не так давно, прям перед этим роликом провели эксперимент, и пришли, все-таки сделали однозначный вывод, что да, хватает мощности ему ионизировать воздух, и действительно озоном пахнет. Олег говорит, у меня сейчас пахнет, как в кабинете медицинском. Соответственно, озон выделяется, глубоко лампочку не нюхайте. Вот, не надо вредить своему здоровью, будьте аккуратны. Когда используете в аквариуме, предусмотрелся уже производитель, закрыл специально, ничего страшного с вами не произойдет. Если уж совсем вам страшно, то иногда проветривайте. Вот, наверное, сегодня получилась исчерпывающая лекция о, казалось бы, таком простом устройстве, как ультрафиолетовый стерилизатор. По сути, своей от обычной лампочки газовой он ничем не отличается, разве что длиной спускаемой волны. Так что Олегу давайте скажем в очередной раз спасибо за то, что показал свои замечательные девайсы. Надеюсь, он нам покажет еще много интересного. Ну а аквариум InfantFish for All, меня зовут Печальный Астронотус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. Если задумаете поддержать канал рублем, есть функция суперспасибо. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok